Без воды и без надежды. Коммунальный коллапс в отдельно взятом доме на проспекте Кирова в управляющей компании. Отмечают, в трубах не хватает давления. И похоже, только этим их действия и ограничиваются. По крайней мере, ни холодного, ни горячего водоснабжения как не было, так и нет. Уже месяц конфликт рискует перейти в юридическую плоскость. Возмущенные жильцы готовят обращение в прокуратуру. Ситуация разбиралась Дарья Волгова. Каждое утро здесь начинается одинаково со звонков в управляющую компанию. А ответа нет. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Игнорируют. Вот уже месяц в квартиры практически не поступает горячая и холодная вода. Елена Крупина говорит, что изредка чудо все же случается. И то воспользоваться благами цивилизации удается лишь тем, кто живет ниже второго этажа. В такие удачные дни женщина делает запасы. Вот сегодня, когда из крана потекла горячая вода, обрадовалась. Вот идет горячая, кипяток. Холодный вообще нет. Вот набираем ведра, чтобы сходить в туалет и, не знаю, как-то горячее остудить, чтобы что-то помыть, где-то что-то смыть. Вместе с водой из крана течет песок. Этим и посуду мыть страшно сетуют жители. По выходным, как правило, дом полностью обезвожен. Тогда живительную влагу привозят в бойлерах. Ругаться с управляющей компанией люди уже устали. Коммунальщики ссылаются на проблемы с котельной. За нашей водой, за горячей, за холодной тоже давление нам не могут прибавить из-за того, что там нет хозяина этой котельной. Ну а люди, как простые крестьянины, страдают от этого. У нас в доме 30 детей, которые ходят в школу, в сады. Некоторые груднички. Чем их мыть, даже покушать, сварить, и то невозможно этой водой. Она идет с песком. Прожить без воды человек может два дня. Жители этого дома умудряются обходиться без нее вот уже целый месяц. Управляющая компания никаких действий не предпринимает. И все время называет разные причины отсутствия водоснабжения в доме. Сейчас узнаем, что же они скажут нам. И на этот раз результаты жители не заметили. Заявки диспетчеру оставляют ежедневно. Люди остались не только без воды, но уже и без надежды на то, что смогут жить по-человечески. И готовят обращение в прокуратуру. Дарья Болгова, Егор Майоров, Новости губерния.